Успешного опыта реализации этих госпрограмм. Что хочется сказать о банковском сообществе, бизнесу, что на сегодняшний день уже не модно банкам начинать работу с кредитованием в плане обычного коммерческого кредитования. И здесь банки, как правило, зачастую берут на себя роль именно подбора этих госпрограмм и определенного провайдера между соответствующими ведомствами и конкретной теме кредитования конкретного бизнесмена. То есть банки сами проводят чек-лист и определяют, что в данном случае подходит данному конкретному предприятию или ИП. И сейчас вот у меня подбора тоже сказала о том, что наш Токстанк занял первое место по реализации этих программ. И кратенько я дам обратную связь именно о интересных программах и цифрах по ней. Ну, одна из наиболее успешно рекомендовавшихся в госпрограммах постановление 17.06, которая была действовала в прошлом году с конечной ставкой для заемщика 6,5%. И хочу обратить внимание бизнесменам, что не все госпрограммы, зачастую просто с логикой проводят с инвестиционным кредитованием, эти госпрограммы направлены и на финансирование обычной текущей деятельности, связанной с финансированием оборотных средств предприятия. Поэтому не нужно думать, что здесь только инвестиционные проекты могут подпадать под той или иной программой. В частности, нашим банкам по Татарстану за прошлый год заключили 23 договора на сумму 1,4 миллиарда рублей. Но это заслуги прошлые, на сегодняшний день трансформация... В текущих реалиях эта программа трансформировалась в постановление 17,64, да, ставки немного больше, но она, тем не менее, интересна на сегодняшний день в рамках той ключевой ставки, которая действует у нас. Это ставка 8,5%. В эту программу внесено в текущем времени достаточно много изменений, в том числе снижение внимательной суммы возможного кредитования до 500 тысяч рублей. То есть не нужно думать, что госпрограмма предназначена для каких-то лекарей, больших организаций и так далее. То есть это, в принципе, возможно и для ЭКО. Но практика финансирования индивидуальных предпринимателей тоже есть. Но вот на сегодняшний день это постановление как декабря 2018 года, и в этом году у нас только заключено на 400 миллионов рублей. Вот, но заявки в работе есть по мере существования этого постановления, клиентов интерес растет, поэтому, в принципе, как еще раз озвучила, банки сами, чем отличаются современные госпрограммы от тех, которые действовали раньше. То есть сначала бизнес финансировался по коммерческой ставке, затем шли в соответствующие виды следовательства, Минпромтор, Минэр и так далее. И там нужно было еще проводить сбор пакетных документов и доказывать соответствие тому или иному постановлению. Сейчас банки на себя взяли эту функцию и сразу финансируют по льготной ставке, и взаимодействие с соответствующими ведомствами и министерствами осуществляется непосредственно банку. То есть бизнесу нужно коммуницировать только со своим кредитным аналитикой. Одна из тоже ключевых программ для нашей территории Татарстана – это постановление 1528. Здесь финансирование идет для сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. Тут ставка не более 5%, но обращаю внимание, что 5% – это максимальная ставка, то есть финансирование есть и 2, и 3%. То есть это нужно в зависимости от успешности проекта, это и рейтинг для самого заявщика. Одна из интересных программ – это фонд развития промышленности. Банки также взаимодействуют, то есть вам не нужно обязательно на ресурсах искать всю информацию и завешивать эту заявку. Банки вам помогут в этом вопросе. Вы просто озвучиваете цель, и дальше одна из наиболее интересных программ – это проекты развития и пропустующие изделия, которые характерны для Республики Татарстан с нашим машиностроительным кластером. Там ставка заявляется от 1% до 5%. И коротко расскажу про инструмент, который не относится так напрямую к госпрограммам, но интересен для бизнеса и не все про это знают. Это налоговая гарантия в рамках заявительного порядка о возмещении НДС. Все знают и боятся на самом деле, и делают какие-то манипуляции, чтобы хоть и упреки, и платье в отчетном периоде было. Поэтому здесь бояться не нужно. Есть такой инструмент, как банковская гарантия, которая помогает ускорять, возмещать НДС в течение 10 дней с даты подачи декларации. Здесь тоже вам банкиры помогут разобраться в этом инструменте. И особенно интересно это для тех, кто работает на любой старт НДС и по инвестпроектам. И все. Спасибо большое. По НДС очень много, кстати, вопросов задают, что размещение идет очень долго. И необходимы бывают средства моментально. Пожалуйста, вам отдельность инструментов, каким образом в течение 10 дней можно получить возмещение НДС. Так что на это тоже обратите внимание. Когда будут вопросы, вы можете, то есть, когда мы перейдем уже к вопросам ответа, можете задавать более конкретные вопросы. Так, и следующее у нас выступление – это генеральный директор региональной лизинговой компании Республики Катарстан, Равин Раидович Сирозеев, который расскажет о лизинговой программе. Пожалуйста. Коллеги, да, хотелось представиться. Зовут меня Равин Раидович Сирозеев, я являюсь генеральным директором региональной лизинговой компании Республики Катарстан. Наша компания является стационарным обществом со 100% государственным участием. Значит, в первую очередь мы являемся студентом поддержки и предпринимательства, и на это сделать самый главный акцент. Мы были созданы первыми среди всех четырех РВК, которые существуют у нас в России. Созданы были в 2018 году, и, конечно, за период существования 2017-2019 год у нас прошло много изменений и много оптимизации. То есть это с и сокращением пакет документов для срок рассмотрения, и появились новые программы. То есть мы движемся на месте и развиваемся вместе с бизнесом. Сразу на этом слайде хотел обратить внимание на ставку. То есть ставка у нас не поменялась, она только осталась самая любовная, наверное. Одной из самых любовных среди всех лизинговых компаний, которые существуют на данной метрофедерации. То есть это 6% годовых на российское оборудование и 8% годовых на зарубежное. Но если говорить языком лизиковых компаний, то ставку зачастую знают об этом. они говорят о проценте удорожания. То есть процент удорожания по 6% годовой ставки это 3% удорожания, по 8% это 4% удорожания в год. Значит, сумма. Сумма у нас, нижний потолок суммы, это 2,5 миллиона, верхний это 200 миллионов рублей. Что касается сроков, сроки тоже у нас достаточно льготные. То есть нужно обратить внимание, что они ассорируются от 13 месяцев до 8-4 месяцев соответственно. То есть до 7 лет, в принципе, взять лизинг под этот процент реально и реально у нас получить. Значит, что касается минимальной ставки, она у нас от 10%. Она так же как и сроки зависит от программы и от самого предмета лизинга. Значит, вопрос того, какая программа самая популярная, часто его задают. Ну, в основном большая часть, конечно, лизинга сделок у нас находится на программе производства. Как видите, есть также сельхозская операция и поставщик крупного заказчика крупного оборудования, отельно-восточный округ, моноградная ассера. Это, наверное, для чего, я считаю, моя самая актуальная программа должна быть. От нее внимание обратить. Спорт-туризм. И также для предпринимателей веспублике Тарстан у нас был введен новый программ, это микро-лизинг, где можно получить лизинг от 2,5 миллионов рублей, как я уже, в принципе, озвучил. Ну, надо говорить, что лизинг является безалопо-финансированием, то есть обеспечение является у нас самым предмет лизинга, то есть других обеспечений и рекомендикатор не требует. А я понимаю, что сам предмет лизинга есть для нас фактически за залог. Мы заинтересованы в покупке оборудования тоже сами, потому что мы покупаем это для себя. Это сказать, что предприниматели получают некий вщеркослассик, то есть мы помогаем им выбрать правильное оборудование, помогаем им по цене сориентироваться, то есть это все наша задача. Также мы работаем с международными быстрочками и некая, там, скажем так, нагрузка, связанная с вопросами организации и логистики, с такой, мы также берем это на себя. Значит, ну, лизинговый оборудование вообще не оконечный выбор оборудования, то есть он убирает его совершенно сам, также он убирает сам поставщика, и, как я уже говорил, уже мы работаем со поставщиками. Значит, есть интересная, скажем так, фишка в том, что мы начинаем, скажем так, требовать лизинговые платежи текущие, если понимать, что только после того, как пока оборудование, то, что вам поставили, мы зафиксируем, то есть у нас ехали наши коллеги, увидели, что оборудование есть наличие у вас на производстве, что с ним все нормально, и даже после этого мы даем еще 30 дней у нас срочек для того, чтобы его распаковать, предприяснять инжиниринг, что оно начало работать, и только после этого мы уже начинаем, как бы, работу, связанную с текущим лизингом платежами. Также лизинг-опечататель может выбрать свой график платежей, то есть он понимает, что есть сезонная работа, ну, как, например, продажа каких-то, не знаю, мороз, например, положим, да, то есть понятно, что есть момент, когда идет, значит, бизнес как бы находится в сезонном, да, раскрутке идет большая оборудка, то есть в этот момент еще, я прошу еще больше времени, не пообещал, в этот момент, как бы, это возможность, именно в части графика тоже имеется, и мы ведем насыщенные отношения с предпринимателем. Что касается турфакторов, обратите внимание, что, конечно, они есть, мы не финансируем ее же транспорт, да, и, как бы, другие, мы не финансируем обороты, которые будут бывшим потреблением, но сразу хочу рассказать, что сейчас у нас уже вступил в свою стартную фазу коммерческий лизинг от 13%, так что, в принципе, все это можно получить так же, как и в любой коммерческий лизинге у нас в том числе, если это связано именно с патентством факторов. Обычно, как пример, мы привозим, значит, приводим такой вот некий лист сравнений, связанных с другими компаниями, вот, если исходные данные, предположим, такие, что, значит, стоимость, значит, предприниматель у нас так 10 миллионов рублей, а у нас стоит 20%, вот, берется на 36 месяцев, предположим, ну, или, как есть, пример, тут на 60 месяцев, в том числе, вот, какая возникая кратность, то есть, видите, что размер средней месяцев путежа у нас с этими же исходными данными меньше, у нас отсутствует комиссия на проценты, которую закладывает другая лизинг-компания, коммерческая, то есть, видите, если эти ставки у нас 6 годовых, то на данный же продукт верующие ставки будет, скорее всего, 18 годовых, вот, утражание в год у нас 3, ну, среднестичные лизинг-компании это почти 10%, и вот, и итог, стоимость лизинга по факту региона лизинг-компании, это 1,5 миллиона, а рыночная лизинг-компания, это почти 15 миллионов рублей, то есть, ну, реальный эффект угрожания, который показывает, что все-таки лизинг-компания РВК является, ну, достаточно выгодной для сотрудничества. Ну, и вкратце, что требование лизинг-компания у нас достаточно традиционное, значит, это 209-й федеральный закон, это лекция доходов до 800 миллионов рублей, среднестичных до 100 человек, срок регистрации не менее 10 месяцев. Также есть возможность строить сделку с крупным бизнесом, то есть, где лизинг-компания будет деляться малая компания, а получители уже, и все, как бы, все ответы вложатся уже на крупный бизнес. Ну, если в конце, хотелось всех пригласить до сотрудничества, находимся мы на адрес Путербургской 28, телефон у нас, видите, есть на экране, наша команда готова обсудить с вами любые, скажем так, контракты и сделки. Спасибо, я готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень интересная программа, лизинг под 6% годового судорожения, 3%, это, по-моему, все-таки на рынке очень редкий случай, и, конечно же, надо воспользоваться, кому это необходимо, обязательно услугами данной лизинговой компании. Дальше тоже о лизинге немножко, наверное, как приплечь деньги в бизнес через лоза лизинг. Спасибо.